Всем хорошего настроения! Сегодня мне на обзоре очень необычная модель часов от компании Мэггир. Возможно для кого-то эта модель уже обычная, поскольку есть эти часы, а это барабанные часы и у других производителей. Но поскольку я давно работаю с компанией Мэггир и мне очень нравятся часы этой компании, много часов этой компании у меня было на обзоре и еще будут, и качество этих часов просто отличное. То есть за эти деньги более чем достаточно. Соотношение цена-качество на высшем уровне. Возможно кто-то со мной не согласится, все владельцы часов Мэггир, пишите ваши отзывы о часах Мэггир в описании к этому видео. И пускай зритель вот этого видео увидит все отзывы и примет для себя правильное решение доверять этой компании или не доверять. Итак, а сейчас мы рассмотрим барабанные часы от компании Мэггир. И сразу же хочу сказать, что я очень рад, что выбрал вот это цветовое решение. Есть разные цвета этих часов на сайте Алиэкспресс. Ссылку я оставлю в описании под видео. Но я выбрал вот этот и он мне безумно нравится. Не знаю как смотрятся другие цвета, но этот на 100% по моему вкусу. Давайте смотреть эти часы. В этом видео мы рассмотрим визуальный обзор часов, сделаем. Потом функционал. Вам расскажу о этих часов, о функционале и о настройках этих часов. А также продемонстрирую параметры этих часов. И начнем рассматривать мы ремешок. Очень нравится вот этот песочный цвет. И обычно я сразу же меняю ремешки китайские на натуральную кожу. Сколько люблю, когда ремешок удобный. Но вот этот ремешок, через то, что он настолько мне понравился визуально, я бы оставил. И попробовал, протестировал, немного поносил этот ремешок, чтобы увидеть, привыкнет моя рука к этому ремешку или нет. Но ремешок мне очень нравится. Вот цвет этого ремешка и дизайн этого ремешка. Также понравилась пряжка. Она такая, как бы, квадратная. Вот форма пряжки мне нравится. Она серебристая. Есть название бренда Мэггир. И корпус также нравится. Он серебристый. Очень хорошая полировка. В принципе, придраться не к чему. Качество часов, как всегда, отличное. Задняя крышка. Вот много есть разных надписей. И есть голограмма Мэггир. Я даже в каком-то из видео видел, как проходят часы проверку. Часы Мэггир проходят проверку. И когда эти часы проходят эту проверку, на эти часы устанавливают данную голограмму. То есть, часы проверку прошли. А теперь смотрим самое интересное. Это циферблат. Циферблат также отличный. И по моему вкусу. Нравится и цвет этот коричневый, и темно-коричневый. И сочетание вот этих цвет барабанов и делений, цифер. И вот этих делений. Он как бы золотой такой. Да, к сожалению, здесь нет стрелок. Возможно, так было еще лучше. Вот сейчас вы могли увидеть демонстрацию. Вернее, нет демонстрации. А то, как переключается время на этих часах. И услышать вот это шуршание приятное. В общем, дизайном я доволен. И если вы присмотритесь вот сейчас очень близко, показываю качество. Ну, вот не к чему придраться. Все сделано с ювелирной точностью. Да, это часы не стоят там 100 долларов, 200 долларов. И я думаю, незачем ожидать вот этих часов чего-то там сверхъестественного. Но за эти деньги это более чем достаточно по качеству. А теперь давайте покажу вам настройки. К сожалению, к этим часам нет инструкции. Инструкция часов Майк Гир это стандартная инструкция, которая подходит к 95, например, процентов их часов. Но не подходит к этим часам. Поэтому пришлось немного поэкспериментировать, нажимать разные клавиши, удерживать их и разобраться в настройках. И вот к чему я пришел. Давайте сначала покажу вам вот эту клавишу и расскажу о ее функционале. Я ее нажимаю, а вы смотрите. Я специально молчал, чтобы вы услышали вот это приятное шуршание. Какой же функционал этой клавиши? Единственное, к чему я додумался, это то, что эта клавиша предназначена для демонстрации работы барабанного механизма часов. Больше ничего. То есть какого-то логического функционала этой клавиши нет. Просто понты. То есть показать друзьям или спросит у вас кто-то, сколько времени. Нажали клавишу, часы начинают крутиться, шуршать. И вы показываете там товарищу. Вот смотри, пускай догадывается, сколько времени. Вот только вот разве для вот таких приколов. Ну и демонстрации, конечно же, работы механизма. Больше ничего не придумал. Если кто-то знает логический функционал вот этого нажатия, вот этих всех движений, пишите. Я не знаю. Я думал сначала, что это какая-то калибровка. Но нет, вроде бы ничего не изменяется. Калибровка, за калибровку отвечает другая клавиша. Итак, следующая клавиша это настройка часов. Для того, чтобы настроить вот эти барабанные часы, нужно зажать и удерживать вот эту клавишу до момента прокручивания барабана с делениями часов. Дальше вот эта клавиша, правая верхняя. Она отвечает за прощение вот этого барабана, правого крайнего. Устанавливаем нужные нам минуты. Дальше вот эта клавиша за левый барабан, минутный, отвечает. Вот, устанавливаем нужные минуты. Вот, пускай будет 0.8. И если вы уже установили время, нажимаем просто вот эту клавишу. И часы запоминают ваши установки. Вот так. Теперь есть еще одна функция. Кстати, вот эта клавиша и вот эта клавиша, они по всей видимости имеют один и тот же функционал. То есть, если зажать и удерживать вот эту клавишу, мы вернемся к настройкам часов. Вот эту. Также не нашел другого логического объяснения. Давайте продемонстрирую. Вот. И дальше уже настраиваем часы той же последовательности, которую я вам рассказывал в предыдущей настройке вот этой клавиши. Вот все, к чему я додумался. И запоминаем время вот этим нажатием. То есть, нажатием левой верхней клавиши. Так, дальше. Дальше есть здесь калибровка. Я уже говорил, это нажатие вот этой клавиши. То есть, если мы нажмем и удерживаем вот эту клавишу. Сначала это автоматическая калибровка, я так понимаю, происходит. А потом можно нажатием вот этих клавиш, которые отвечают вот это за часовой. Вот этот механизм. Я просто не хочу... Ну ладно. Пускай покажу вам, как настраивать. Вот. Нажимаем. И по какой-то доле миллиметра мы настраиваем, чтобы стрелка была в середине показателя времени. Вот. Пускай будет вот так. Вот. Все нам понравилось. Теперь зажимаем вот эту клавишу и запоминаем наш выбор. Если кто-то знает еще какие-то настройки, пишите в комментариях к этому видео. Других настроек и каких-то функций в этих часах я не нашел. Просто не нашел. Я экспериментировал, нажимал, выбирал разные там функции, зажимал разные клавиши, но нет. Нет никакого секундомера, там минутомера, поскольку здесь секундной стрелки как бы нет. Ну, по сути, можно себе представить, что секундомер вот это секунды, вот это минуты, например. Но тогда секундомер был бы по максимуму там 12 минут. Но нет, ничего я не нашел такого, поэтому вот все, что есть. А теперь давайте покажу вам габариты этих часов, поскольку для меня это важно. Я люблю, когда часы небольшие, но здесь, в принципе, давайте вам покажу сначала, как они смотрятся на руке. Это самое главное. А на руке часы смотрятся стильно, аккуратно, красиво и дорого. Да, многие со мной не согласятся, поскольку все мы разные, у каждого свой вкус. Кому-то дорого это 20 долларов, кому-то дорого это 100 долларов, а кому-то и 10 тысяч долларов это не так уж и дорого. Поэтому у каждого свой вкус и у каждого свое мнение о этих часах. Мне часы нравятся. Даже несмотря на то, что они такие, как бы толстоваты, на руке смотрятся аккуратно и, в принципе, удобно. Вот за счет того, что нет замка и рука не упирается в этот замок, в часах очень даже удобно. И реально вот сейчас у меня такое мнение, что можно и оставить себе такие часы только из-за вот такого стильного, интересного, необычного дизайна часов. В принципе, давайте еще вам покажу ближе. У меня небольшая рука, но часы смотрятся аккуратно даже вот в таком размере. И вот так они на руке смотрятся. Так, ну а теперь давайте посмотрим на габариты этих часов. Сначала диаметр часов. Так, посмотрим 0. 45, практически 45, 44,9 показывает мой штангель. Но он не суперточный, поскольку он недорогой. Поэтому будем считать, что здесь 45. Так, дальше. От уха к уху. 53. Теперь ремешок. 22,7. И толщина часов. 16,9,17. 17. Вот такие габариты. Еще хочу показать вам вес часов. Они не тяжелые. Несмотря на то, что они и толстые, и вот такой, ну как бы дизайн, барабанные часы. Вес часов. Давайте смотрим. Не знаю, видно ли вам на камеру показатель. 80. 80 грамм. Так, давайте я вам покажу, что... Вот. Тень сделаю и видно. Так, где только что была тень и было видно все. Так, как сделать тень. Вот 80 грамм. Надеюсь, вы увидели. Вот такой вес часов. В общем, мой вывод о часах. Хорошее качество за эти деньги. Необычное решение. И очень красивый дизайн. И с цветом, повторюсь, цветовое решение. Вот всех этих элементов часов. Под мой вкус. Поэтому я доволен этой покупкой. Ссылку на часы я оставлю в описании под видео. Если будут какие-то вопросы у вас по этим часам, спрашивайте. Если кто-то знает дополнительные какие-то функции, о которых я не рассказал, и они есть на этих часах, пишите в комментариях. Я пересмотрю, если что, допишу еще свой обзор на эти часы и укажу вот эти дополнительные функции. Но я ничего больше не увидел. Только то, что есть. Вот такие часы. Ссылка на часы в описании под видео. Всем спасибо за просмотр данного обзора. Хорошего настроения. Будут какие-то идеи и желание посмотреть обзоры на новые какие-то часы, пишите номер модели и название бренда в описании под этим видео. До свидания.